Арктика, 2091 год Вы оказываетесь в темной комнате, где единственный источник света это многочисленные куриные клетки, расставленные вдоль стен. Из них на вас смотрят десятки пустых глаз, издавая тихое кудахтанье. Пройдя по коридору, вы встретите солдата, с ног до головы покрытого амуницией и имплантами. Он задаст вам вопрос, о значимости которого вы, вероятно, не задумывались раньше, но теперь понимаете, что это самый важный вопрос в вашей жизни. Вопрос звучит так. Можно ли пожарить яичницу на вершине Эвереста? Это арктические яйца. Одна из моих лучших находок и, возможно, игра года. Симулятор приготовления яиц в далеком антиутопичном будущем, где замерзающие фрики говорят лишь о том, что вкуснее. Яйцо, обжаренное с двух сторон, или яйцо с сигаретой. Говорят, она придает интересный привкус. Я не перестаю радоваться тому, что в современном мире можно просто найти игру на вечер. А игра на вечер может просто стать одержимостью на ближайшую неделю. И наверняка почти у каждого есть тот самый скрытый гем, который они обнаружили по случайности и зависли в нем на стыдное количество часов. При этом, разумеется, рекламируя всем окружающим, что служанка Гоблин это правда недооцененный шедевр, который никто не понял. Мне очень жаль, что интернет испортил слово шедевр. А еще грустнее от того, что я тоже в этом виноват. Как вы помните, в прошлом году для меня такой игрой стала Бабди. А в этом году это без сомнения Arctic Eggs. И как обычно, я опять не уверен, что именно меня тут задело. Почему эта игра, а не другие? Что именно вызывает во мне те самые безымянные чувства, о которых я так сильно люблю рассказывать? Но я знаю, что это не просто так. Знаю, что большое и таинственное что-то здесь точно есть. Как я уже упоминал, события игры разворачиваются в 2091 году в Арктике. Вы человек, который был задержан за попытку побега. И в качестве наказания был лишен всех своих функций, кроме способности готовить. Учитывая уровень развития имплантов и хирургии в этом мире, вас могли буквально отнять все, кроме готовки. Чтобы по-настоящему покинуть Арктику, вам предстоит заслужить уважение таинственного покровителя шестичрев. Он обратит на вас внимание только в том случае, если вы будете готовить еду. А, ну и самое главное, мне кажется нет, яйцо на Эвересте приготовить не получится. Пока будет жариться низ, сверху все просто замерзнет. Это так, мысли на будущее. Пропитавшись полезной информацией, мы выходим наружу. Живем мы, оказывается, где-то между ледяным морем и вершинами крыш небоскребов. Вдоль стен зданий построены широкие балконы, служащие для местных местом досуга, отдыха и торговли. Железные мостики, протянутые между балконами, предательски трещат под порывами ветра. На каждом углу стоят люди, ждут, расслабляются, общаются и, что важно, голодают. Атмосфера здесь напоминает сцену с рынком из бегущего по лезвию. Непонятные постеры, серые скопления людей и яркие света, исходящие от прилавков на рынке. Все вокруг это странные челы с кислородными трубками и железяками в поллица. Да, они говорят о чем-то, что кажется бесконечно неважным, в то время как по соседству в сотнях метрах над землей жарят сосиски. Да, это киберпанк, но странный. Обратите внимание на саундтрек. Он звучит не футуристично, скорее наоборот. Струнные инструменты и в целом размеренность звучания создают какой-то племенной вайп. Техно-монгол? Музыка в арктических яйцах ведет себя непредсказуемо. Каждая локация так или иначе обманывает твои ожидания. Прислушайтесь сами. Задымленный, бедный причал, где обитают отбросы общества и пьянчуги, звучит фанково. Даже как-то позитивно. Бар, в котором солдаты диктаторского режима напиваются в зюзю, звучит вот так. Как будто саундтрек для ролика с гидравлическим прессом. Я не хочу даже комментировать уровень чила в местной тюрьме. Вы тут срок отсиживаете или чай пьете? И лучше всего, этот саундтрек вы сможете оценить, пользуясь игровой гарнитурой Zone 51 Ridgel. Это стильная и качественная гарнитура, создающая полное погружение в звук. Я говорю это из личного опыта использования. Мягкие амбюширы прекрасно ощущаются во время ношения и не давят на уши даже во время долгих игровых сессий. Микрофон помогает держать связь с тиммейтами и при желании его можно снять. Футуристичный дизайн со стильным цветовым сочетанием из темного корпуса и ярко-лаймовых вставок радует глаз, а в качестве вишенки сверху выступает яркая RGB-подсветка, закрепляющая образ. Главная особенность гарнитуры Zone 51 Ridgel это динамики диаметром 50 мм с качественным виртуальным звучанием 7.1, способным воспроизводить звуки с разных направлений и расстояний, обеспечивая полное погружение. Zone 51 Ridgel это идеальная комбинация функциональности, красивого дизайна и доступной цены. Советую вам самим опробовать эту имбу и убедиться в том, насколько ваш игровой опыт улучшится от качественного звука этой гарнитуры. По промокоду JACK20 вам будет доступна скидка 20% на все девайсы, кресла и столы на Zone 51 в течение одного месяца. Ссылка в описании. Кстати, помните о неком покровителе шестичрев? Это местная большая шишка, живущая в этой зловещей башне посреди городка на крышах. Он что-то среднее между президентом и лидером культа, а может все и сразу. Кто он или что он? Непонятно. Среди народа ходят лишь слухи и легенды. Мне кажется, покровитель шестичрев жить не может без ополаскивателя для рта. Если прислониться ухом к стене и прислушаться, то иногда слышно отдаленное балканье. Лично узнать, как выглядит таинственный покровитель, так просто не выйдет. Рядом с входом в башню покровителя сидит странный человек в белом одеянии. Поговорив с ним, вы узнаете, что его недавно понизили. И теперь он просто охраняет эту дверь. Пустить кого-либо без определенного уровня доверия было бы с его стороны крайне опрометчиво. Но если мы накормим, скажем, хотя бы 27 живущих на земле покровителя, то нас могут пропустить. Тут много, очень много голодных. Не только на крышах, но на каждом углу. Каждый из них ищет новых вкусов, ощущений. Покровитель шестичрев слышит урчание их животов и с радостью отблагодарит того, кто утолит их голод. Так что, да, нам нужно накормить 27 человек. Осталось только их найти. Исследование промерзших крыш – несложный процесс. Тут нет спрятанных секретов или тайных персонажей. Процесс исследования локации – это далеко не самая важная часть игры, хоть и является очень приятным бонусом. Кстати, знаете, что именно напоминают мне эти кривые мостики между мрачными монолитами? Пепельно-серые здания, бетонные коридоры, мрачные персонажи, которые либо чем-то недовольны, либо напрямую советуют сделать что-то плохое. Именно. Бабди. А вы знали, что Бабди – это аллегория на Китае? Видите ли, во время своего первого ознакомления с чудесным городом Бабди, мне показалось крайне забавным, что одна из жительниц сидит на корточках и набирает что-то из тока, говоря, канализационное масло. Ну типа, ха-ха, она называет жидкость из какашек маслом. Ууу, какая забавная, рандомная шутка. Это не шутка. Канализационное масло существует. Если у вас слабый желудок, или вам не интересен мой шизопостинг про Китай, переходите по этому тайм-коду, а я тем временем продолжу. Это канализационное масло. И это правда масло из канализации. Если загуглить это словосочетание, нас приведет к Китаю. К экономически успешному Китаю. Капитализм – это лучшее изобретение человечества. Зачем покупать новое масло, если можно слить объедки в строчельник и использовать заново? Директорский склад ума. В лучшем случае это будет специальный отстойник для пищевых отходов. В худшем, путем небольших усилий, масло химически отделят от говнеца и опять пустят в еду. Звучит как страшная история, но, увы, это реальность. Вплоть до одного из десяти блюд в Китае готовится с использованием канализационного масла. Одно из десяти. Десять из ста. По аппетитности с этим может сравниться лишь индийская кулинария. Ммм, канализация. И уже с этой перспективой мрачные высотки в паре метров друг от друга и лестницы, которые могут присниться лишь при температуре 39, начинают обретать смысл. И даже плюс-минус аналог из реальной жизни. Добро пожаловать в Коулун, город-крепость. Вопрос о том, когда улочка становится районом или кучка превращается в горку, уже давно забыт. Теперь вопрос скорее заключается в том, является ли этот гниющий левиафан одним зданием или живым организмом? Здание на здании. Одна хижина поверх другой. Сначала это правда было укрепительное сооружение, а потом там появились люди. Люди, которые по закону там находиться не должны. Или находились потому, что от закона прятались. В планах Гонконга наверняка не было создавать многоярусные трущобы, но они выросли сами, резко и вместе. Как моллюски на морском мусоре. Разваливающиеся постройки начали облокачиваться на другие, пока те падали на них, тем самым выравнивая обе конструкции. Между зданиями, как вены, пробились новые улочки. Ранее и так не широкие проходы, теперь вовсе стали крошечными, а солнце никогда здесь не светило. Просто не попадало. Городок – мечта современного урбаниста. Всё рядом, всё близко, и совершенно все хотят отсюда свалить. И если Бабди похож на Каулун, то локация арктических яиц больше напоминает Чунцин. Этот город уже значительно менее стрёмный, но всё ещё очень странный. Помните киберпанк с его мегачеловейниками, где в одном здании было всё? Парки, рестораны, спортзалы и рабочие места. Чунцин похож на это. Весь город словно одна мегаструктура, где парки могут находиться на 40 этаже, а парковки на 20. Как бы невероятно это ни звучало, но использование лифта для перемещения между улицами здесь считается нормой. Конечно, у такой застройки есть свои причины, но нельзя забывать, что это Китай. Почти самая населённая страна в мире, где очень, очень много людей, которым нужны дома. И вероятно, эти дома будет выгодно построить поверх других домов. Можно надеяться на то, что никакого перенаселения не произойдёт, но всё же Каулуна Чунцин – это будущее. Будущее наших городов и мест для жительства. Переход не на природу, а на крыши, поближе к раскалённому бетону и сухим кондиционерам. Заселение с максимальной плотностью, где всё можно сделать, не выходя за границы своего муравейника. Ведь это выгодно, когда весь народ рядом. Им так проще контролировать. В арктических яйцах тоже сохраняется чувство того, что башни покровителя всегда рядом, а сам вожак всегда тебя слышит. Свой срок я получил в 12 лет. Пошутил, что у покровителя шести чрев, вся спина белая. Откуда он меня там слышал? Не понимаю. Но я что-то отвлёкся. Давайте вернёмся к готовке яиц. Насколько бы странными не были виды арктических многоэтажек, самым необычным элементом в течение всей игры остаются диалоги. Да, не процесс готовки ската, не жонглирование рыбой фугу и даже не яйцо с тремя сигаретами. Пожалуйста, хватит. Не нужно быть суперэмпатом или гениальным риториком, чтобы заметить. Все здесь, я имею в виду вообще все, помешаны на еде. Да, и в целом разговаривают странно. Вот бы изобрели туалет, который не шепчет на ухо всякие нежности. Чего? В уборных слышно игривый шёпот. Говорят, это всё дельфины. А может, это курицы в прятки играют? Этот разговор меня напрягает. Окей, 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 всё. На протяжении всей игры вас будут преследовать философские рассуждения о том, как круто мы пожарили очередное яйцо. Ух ты, как же ты обращаешься со сковородой. Всё по классике. Немного вальяжно. Такого мне не забыть. В этом что-то есть. И постоянно. В каждом диалоге сохраняется чувство претенциозности и излишней многословности. Как будто не с человеком говоришь, а смотришь ролик Ёпайека. Постоянные мечтания о том, что же сейчас кушает живущий в башне покровитель шести чрев, или что если добавить к яичнице пять сигарет. Я не шучу, это уже слишком. В повседневных диалогах я заметил постоянно всплывающую тему дефицита. Куриной грудки, которую ты мне достала, была сальмонелла. Прости меня, ты же её жарил? Да так, на лёгком огне. Без всех этих ваших изысков. Голодающие люди на улицах постоянно говорят о том, что попробовали днём ранее, или о том, что попробовать уже не могут. Даже обычная консерва расценивается как ценность. Только посмотри на мой паёк с рыбой. Мы не разлей водой уже десять лет. Всё ждал подходящего момента. Момент настал. И это ты. Может быть в этом будущем случилась какая-то климатическая катастрофа, из-за которой еды стало меньше, а людям пришлось переселиться в более холодные регионы. Неплохая теория, не так ли? Только вот она безосновательная. Его шестичревность запретил птицефермы. Теперь сложно найти хоть что-то из курицы. Ребёнку скажешь, не петушись, а он не понимает. Может потому, что дети петухов-то в глаза не видели. Или они не понимают, почему петушиться плохо. Ведь птица это классно. Деликатесы всё-таки. А раз ты ведёшь себя как классный, сочный деликатес, разве это ж плохо? Помните о весёлом саундтреке? А про странные, вытрёпистые комплименты в сторону нашей готовки. Правда в том, что никто здесь не грустит от голода и не жалуется на недоедание. Я более внимательно вслушался в другие диалоги и услышал, что местная блогерша записывает ускоренную съёмку гниения мяса у себя дома. А повар на рынке не готовит еду не потому, что готовить нечего. Нет! У него страх публики! Дефицита никогда не было. Они не голодают, они фанатеют. Получают новые ощущения и радуются каждому вкусу. Ты спец по готовке двух яиц. Если вглядеться, окажется, что еда в этом мире вовсе не потребность. Это тренд! Именно поэтому каждый встречный говорит об очередной яичнице, как о произведении искусства. И раз за разом, вместо запроса приготовить нормальный обед, нас просят скрыть консервы с шпротами при помощи сковородки, ведь так круче. Или как вам такой запрос? Мой лёд слишком холодный, но и воды не хочу. Можешь просто немного подогреть его в стакане. Это пик. Не знаю, чего именно, кулинария или гейминга, но какого-то пика я точно достиг. Хватит полемизировать окурообразных. Поэтому нужно положить конец. Туда же любые разговоры о кулинарии и о чревах. Нет, чтобы спорить о политике с каждым встречным, как раньше. Разве дезинформация не делает жизнь интереснее? Вообще, местную атмосферу я бы не назвал враждебной антиутопией. Или хотя бы нагнетающей. Нет, как раз наоборот. Здесь необычно, иногда некомфортно, но в целом норм. Визуальная составляющая меня, кстати, тоже обманула. Если смотреть в первой локации только перед собой, вы увидите синие, приглушённые тона и холодные цвета. Вся визуальная информация предупреждает о том, что сейчас мы увидим депрессивный, погибающий мир, а в итоге получаем... Послушайте, если вам нужно, мы без проблем можем переставить туалеты. Не, всё путём. Ага. Ладно, даже кормить их не хочется. Противно на это смотреть. И дело в том, что цвета игры не обманывают нас. Просто смотреть надо шире. Наблюдая изолированные детали, мы правда увидим голод и мрачное будущее. Но если смотреть на картину в целом, то главный цвет в ней розовый. Кстати, раз уж я начал рассказывать про картинку, обратите внимание, по непонятной мне причине совершенно все персонажи в игре странно пульсируют. Это самое необъяснимое решение разработчика. Из-за стрёмной пульсации кажется, что все люди это надувные игрушки, внутри которых постоянно циркулирует вода. Благодаря этому некоторые персонажи вовсе выглядят отвратительно. И это даже не закос под что-либо. Например, некоторые игры пытаются подражать стилю первой PlayStation. И мне нравится, как на первой плойке искажались текстуры, в зависимости от угла обзора. А при движении у персонажей дрожали полигоны. Но вот это на эффект плойки не похоже. Это похоже на био-кошмар, который ты пытаешься игнорировать до самого конца игры. Как вы уже могли понять, игра звучит и выглядит очень необычно. Но это всё ещё не то. Тут нет того самого что-то, которое заставило меня так сильно полюбить эту игру. И раз уж я уже рассказал про картинку и звук, давайте я перейду к геймплею. Как приготовить яйцо вкусно. Arctic X это симулятор готовки с очень кривенькой физикой, где весь геймплей крутится вокруг этой неказистой, неудобной и отсталой физики. И это, блин, круто. Мне сложно объяснить почему. Но микроподпись к играм physics based всегда вызывала у меня самые яркие эмоции. Вся эта неуверенность в движениях, непредсказуемость геймплея и просто забавные ситуации, которые создаёт физический движок, заставляют меня раз за разом возвращаться к таким играм и получать удовольствие от процесса вновь. Я десятки раз перепроходил операции в Surgeon Simulator. Одна из самых запомнившихся игр в моей жизни это Octobate, а бейкинг симулятор навсегда засел в моей голове, как смешнейшее дерьмо в мире с лицом пьютипая в углу экрана. В 2014 жизнь была настолько проще. Короче, игры с физикой это клёво и никто не может меня переубедить, но арктические яйца это не только физика, но и персонажи. Прочитав дневник разработчика, я узнал, что Arctic X с самого начала была просто этим, симулятором сковородки. Слегка двигая рукой и от трения, еда начнёт готовиться. Не спрашивайте меня, как это работает. Наверное, это то, что они имели в виду, говоря про индукционные сковороды. Но в какой-то момент разработчик понял, что всего этого не хватает. Сковородка это круто, жарко пиво это круто, туда же вставь жарку при помощи чужой руки, яйцо для кита или вопрос, а что если пожарить яйцо с... И всё это классно, но недостаточно. Разработчик понимал, что одной лишь сковородки не хватает, поэтому временно отодвинул в сторону идею создания своей игры, пока не увидел Tales from Off Peak City. Симулятор хождения, который относится, возможно, к моему любимому жанру игр, для которых нет названия. Но я обычно называю их инсталляциями. Это игры, в которых ты не главный герой, а иногда даже не второстепенный персонаж. Просто занимаешь роль наблюдателя. Цель не собрать большее количество очков или победить оппонента. Ты всего лишь смотришь на миры вокруг тебя, на то, какая в них архитектура, кто здесь живёт и, возможно, какая у них история. Познаёшь окружение, не обязательно руководствуясь лорными записками или сюжетными диалогами. До всего, что важно, можно догадаться. Придумать своё объяснение исключительно из контекста и собственного воображения. Не обязательно ты окажешься прав. Вероятнее всего, у двух разных людей сложатся кардинально отличающиеся впечатления об увиденном. Но цель не в том, чтобы оказаться правым. Она в том, чтобы помечтать. Поэтому в игре про сковородку появился город на крыше. Посреди Арктики. А затем в этом городе появились люди. Люди, которым разработчик должен был прописать достаточно своеобразные фразы и диалоги, чтобы поддержать жирную атмосферу арктического будущего. И уж не зная, какую именно атмосферу хотел создать разработчик, но вышло у него... Как-то ты слишком вертишь сковородкой. Не мой стиль. С другой стороны, настоящее искусство не должно быть для всех. Если бы я отпустился на твой уровень, может, другим поварам было бы проще мне угодить. Но такое притворство порождает эрозию. Сложные идеи подобные. Скорее не постоянно изнашиваются. Сыносятся более понятными. Я называю это ложная глубина. Разработчик как бы стрелял в небо. Или кидался фразами в стену, пока они не прилипнут. И как я уже говорил, комбо из музыки и, казалось бы, мрачного визуала дают чувство, что вот-вот ты увидишь какую-нибудь мрачную тайну. Или совсем скоро секретные агенты за столом в баре проболтаются и раскроют тайну, которая перевернет весь твой взгляд на мир игры и откроет вход в настоящую, глубочайшую кроличью нору. Но этого не происходит. В диалогах появляются лишь намеки. Где-то можно найти вход на секретную локацию. Но смысла в этом как будто нет. Все, что есть, это разговоры про яйца. А также фанатизм. Люди в этой игре очень, 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 очень сильно любят вкусно покушать. Кто-то из них настолько увлечен, что вовсе готов не есть, если еда недостаточно крутая. Я не голоден. Более того, я бы в жизни не стал есть то, что касались твои руки. Даже если касались очень нежно. И ласково. Если вы смотрели хотя бы пару роликов на этом канале, вы знаете, что если человек что-то любит, то он может часами говорить об этом. Даже если это звучит бессмысленно и чересчур заумно. Если человек в разговоре произносит слово гомогенный, то дальше его можно и не слушать. Еще пертурбация. Нам бы поесть. Раз за разом эти смущающие своей бредовостью диалоги ставят меня в ступор. Но тем не менее, в этом спрятана забавная штука. Она заключается в том, что если раз за разом повторять броски в стену, раз за разом пытаться что-то сделать, возможно, хотя бы один раз что-то доприлипнет. И если постоянно заставлять персонажей рассказывать атмосферный бред, среди этого словесного поноса через раз могут встретиться на самом деле хорошие мысли. Фламинго очень давно под запретом. Наверное. Вообще не очень помню. Они повсюду оставляли розовые перья. Будто все здания посыпали какой-то клубничной пудрой. Красиво получилось. В детстве нам нравилось метать их с крыш. Смотреть, как они кружатся. Постоянно так делали, когда шли из школы домой. А потом перестали. Не помню уже когда и почему. Увы, но даже при всем желании заново это пережить не получится. Поезд ушел. Их больше нет. Эх, мы вообще не ценили то, что имеем. С другой стороны, раз я вспоминаю эти мгновения с такой теплотой, значит мы взяли от них все. Красиво получилось. И это меня правда задело. Задело этот абсурдный, бессмысленный и крайне претенциозный мир, в котором каждый второй живет лишь для того, чтобы попробовать очередную яичницу, идеально обжаренную с двух сторон. Возможно с пулей. Возможно с потрохами. Или, если настроение позволяет, замороженную пиццу. Это и есть то самое мистическое что-то. Мне нравится читать про то, как люди фанатеют. Про то, как они мечтают и любят. Возможно ли пожарить яйцо на вершине Эвереста? Как думаешь? Нет. А я хочу попробовать. Не чувствую уверенности в твоих словах. Почему это? Ты решила со мной посоветоваться? Я думаю, тебе не мое мнение интересовало. Просто тебе хотелось, чтобы люди знали. Что знали? Не знаю. Может, что у тебя есть какие-то амбиции? Хотя суть, наверное, глубже. Главное ведь сделать что-то, что до тебя никто не делал. Разве нет? Не обязательно полезное. Может, ты хочешь совершить что-то невозможное. Или что-то себе этим доказать. Или доказать другим. Мне кажется, тебе легче, когда от тебя ничего не ждут. У тебя что-то получилось? Прекрасно. Ты превзошла все ожидания. Не получилось? Ну, от тебя ничего и не ждали. Так что никто не расстроился. Ты залез в какие-то дебри. Это всего лишь яйца. Не больше. Уходишь от ответа? Значит, трусишь. Это ведь завораживает, когда кто-то чем-то по-настоящему интересуется. И пусть это будет всего лишь яичница. Или что-то еще менее важное. Да пусть человек хоть крышки собирает. Или, пользуясь суперсилой аутизма, начинает разбираться в поездах. Не важно что. Лишь бы искренне. Именно это и задевает. Я люблю эту игру. Потому что она вдохновляет меня. Сложно не вдохновиться, когда все вокруг что-то так искренне любят. Похожие чувства можно получить даже от микроигры, вроде «Хорошая пицца, отличная пицца». Где все персонажи находятся на спектре. И страдают душевно, если ты промахнул с начинкой на один миллиметр. Но Arctic X отличается. Она задевает меня как раз таки своей ложной глубиной. Которая кидается в себя умными фразами только для того, чтобы одна из них случайно попала в самое сердце. Ведь в действительности не важно, из-за чего главный герой хотел сбежать. Не интересно, почему куриц запретили, а фламинго больше не появляются. Ведь то, что на самом деле важно, это вы и сковородка. Ведь пока ты занимаешься тем, что любишь, ничего важнее в этот момент быть не может. Вероятно, эта игра стала для меня неким напоминанием, что не стоит разбавлять свою жизнь шумом. Дезинформация не делает будни интереснее. Если хвататься за каждый кусок новостей, то в итоге все разговоры и параграфы текста сольются в одну хаотичную массу и поглотят весь смысл и значение, оставив лишь белый шум. Что если смысл не в этом? Что если та самая суперважная цель или мега-мрачная тайна это лишь отговорка для того, чтобы заняться чем-то приятным? И не посчитайте меня грубияном. Но под конец своего ролика, вместо ответов, я хотел бы задать вам вопрос. Сколько раз за жизнь нам выпадает шанс полюбить что-нибудь почти бессмысленное и полюбить абсолютно безусловно. И пока у вас зарождается желание стать легендарным мастером пожарки яиц я, пожалуй, пойду в горы на Эверест отвечать на реально важные вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok